И снова здравствуйте! Меня зовут Вероника, и вы на канале Весна в саду. Сегодня я буду спасать пеларгонию, а может быть и не одну, может и вы вместе со мною спасёте свои пеларгонии. А как именно я буду это делать, сейчас всё увидите. Давайте всё по порядку. Поехали! Друзья, вот это растение мы сегодня будем с вами спасать. Это у меня сорт Black Beauty. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какие они красивые. Называется Black Beauty. Это королевская пеларгония. И вот её будем сегодня спасать. Почему спасать? Потому что она находится в предсмертном состоянии, можно так сказать. Вот видите, хозяйка даже опор ей поставила. Она в любое время может отломиться, вот эта ножка. Это во-первых. Во-вторых, по такой одревесневшей ноге питательные элементы идут к растению в меньшее количество, чем по зелёному здоровому стволу. Поэтому она страдает. Она цветёт, бедная, из последних сил. Извините, цветёт на стрессе. Не забывайте, что пеларгония – это травянистое растение, которое неприхотливое. Можно вырастить, конечно, все многим обожаемые растения. Но есть одно маленькое «но». Что вот это растение нужно формировать. Она требует, подчеркну, требует формировки и обрезки. Если у вас есть такое же примерно растение, то, значит, это видео для вас будет полезным. Я вас сейчас научу, что нужно делать. И мы с вами спасём, надеюсь, не только моё растение, но ещё и ваше. Итак, давайте всё по порядку. Друзья, сразу скажу, что видео не для слабонервных. И все мои дальнейшие действия будут только во благо этому растению. Многие спрашивают, где я покупаю цветы, где я беру рассаду. Скажу вам, везде я езжу по всей Москве, коллекционирую цветы. И какие мне нравятся, я, конечно, покупаю. Но если я вижу вот такое растение, как сегодняшнее наш, то, конечно же, я её покупаю, потому что нужно спасать. И вот таким образом размножаю я красоту. Скажу вам, вот я купила её в этом же горшке. Надеюсь, что продавец на меня не обидится. Я, конечно, понимаю, что не все знают, или там, может, времени не было. Может быть, так нравится кому-то выращивать, но это неправильно, на мой сугубо взгляд. И, пожалуйста, не обижайтесь на меня, если увидите этот ролик. Вот, посмотрите. Вот, я сейчас сниму опору. Да, такая опора. Конечно, линейка пластмассовая какая-то. Она, наверное, там и корни повредила. Всё, это снимаю. И вот сразу, видите, да, без опор она еле-еле держится. Но мы же не пойму выращиваем. Мы хотим любоваться цветами. Нам нужен компактный кустик, красивый. А не вот это вот наблюдать, как из последних сил растение старается цвести и радовать нас. Так, друзья, берём наш инструмент, уже обработанный 70% спиртом. И что я буду делать? Если я отрежу вот тут, то вот эти палки я просто выброшу. А если я отрежу вот здесь, то вот на этих палочках велика вероятность, что здесь проснутся почки. Они питаются как-никак из корня. И поэтому я вот эти палки оставлю максимально длинные. И тут то же самое. Отрезаю. Всё. Не думайте, это я не выброшу. Мы сейчас с вами пересадим. И обязательно вам через две недели покажу, как чувствует себя вот эта вот красивая пиларгоша. Что можно сделать из этого? Конечно, такие черенки обычно я не беру. Но попробую. Вот видите, вот ветка такая. Здесь ничего нет. Это на выброс. Вот это здесь были цветы на выброс. И остаётся у нас вот такой черенок. Видите, он такой слабенький. Ну, он тоненький. Это что такое? Посмотрите, в сравнению с пальцами даже. Где-то миллиметров 4, наверное, полсантиметра. Но я в любом случае попробую его укоренить. И обязательно, конечно же, результат я вам покажу. Вот так. Убираем лишние листочки. Поставлю вот так, потому что листочки мелкие. И этого достаточно. И вот такой у нас черенок получается. Лишнее убираем, чтобы там ничего не сгнило. И получается вот такой черенок сантиметров 4, наверное. Ну, 3-4. Обязательно подсушиваем. Оставляем в сторонку. И дальше. Вот посмотрите, что здесь у нас. Вот такая ветка. Что я буду делать? Попытаюсь и отсюда взять черенок. Цветы удаляем. Их, кстати, можно в воду ставить, в стакан. И они будут очень долго радовать вас еще. В стакан с водой, естественно. Я их так и сделаю. Вам покажу, как я их... Вот. Вот здесь тоже попытаюсь. Ну, такие черенки обычно не берут. Я не говорю, что это хорошо. Мы берем от безысходности. Ну, потому что жалко. А размножать, ну, как бы хочется, да? И попробуем. А вдруг? Вот так, друзья, пока наши череночки подсыхают, я попробую пересадить вот этот вот корень, так скажем. Сейчас от вот этого грунта... Кстати, посмотрите, какая красота. Видите? Я возьму в дом и на столе будет радовать меня еще долгое время. Вот так вот. От старого грунта избавляемся, потому что мы не знаем, что здесь, какой грунт. Да и потом я своему грунту доверяю больше. И знаю, что из него у меня вырастут хорошие растения. Я еще не смотрела. Заодно посмотрим с вами, какая тут корневая система. Так, аккуратненько убираем. Как видите, здесь много песка. Вот. Будем спасать. Бедненькое растение, конечно. Так, высыпаю все аккуратно. Снимаю. Ой, 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 ой. Посмотрите, какая корневая. Видите? Ну, это ж вообще... Новых корней вообще нет. Новых корней. Ну, я говорю, она на последнем вздохе, это растение. Вот, посмотрите. Ну, как можно довести вот до такого состояния. Так, максимально очищаю корни от старого грунта. Питания здесь нет. Грунт. Не знаю даже, что это. Непонятно. Тут даже не торфа. Вот. Посмотрите, видишь, оно начало тянуться. И, видимо, хозяйка углубила. До сюда. Оставила вот это. Ну, а потом что мы? Подсыпали, подсыпали. До макушки нам какой-то горшок нужен был. Нужно формировать. Так, оставлю вот так вот. Не буду больше трогать. Конечно, очень жалко. Но мы спасем. Обязательно. Вот увидите. У меня грунт мой, который я пользуюсь. Это торфосмесь, заправленная уже с удобрениями. Перлит и немного песка. Вот он. Вот так выглядит. Легкий, воздухопроницаемый. То, что любят пеларгонии. Легкий грунт. Они не любят переувлажнение. Вот так, друзья, пересадила я. Даже растение назвать сложно. Это не растение, а вот наш многострадальный корень. Я вам обязательно покажу, как оно будет расти, как проснутся почки и что в дальнейшем будет с этим растением, как мы с вами его спасали. Как видите, вот эту часть, которая была под землей, я тоже приподняла, потому что здесь тоже могут пойти проснуться почки. А в земле, в грунте, может загнить очень легко. И вот так. Это я оставлю в светлое, теплое место. Черенки подсохнут. Пересадим. А вот так, друзья, выглядит растение, которое я формировала около двух месяцев назад. Даже меньше, наверное. Посмотрите, как видите, тоже древесневший ствол здесь. и посмотрите, сколько у нее побегов новых. Вот. Вот здесь почка проснулась. Это новый побег, новый. Все вон обрастает, как елочка. Посмотрите, со всех сторон. Вот так вот. Чтобы вы могли увидеть. Вот так мы с вами сегодня дали шанс этому растению на жизнь, на размножение и на дальнейшее развитие. Друзья, я благодарю вас за ваши добрые комментарии, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Я очень ценю это. И постараюсь делать все, чтобы вам у меня понравилось. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok